Всем привет! Вы снова на канале SEOQuick и мы сегодня поговорим про такую очень сложную тему как коронавирусная инфекция и ее влияние на интернет-бизнес что изменится, как действует сейчас вот этот период карантина как правильно и вовремя адаптироваться на какие вещи следует обратить внимание это экспресс-ролик мы постараемся выпустить в кратчайший срок для того, чтобы донести ключевую мысль для вас мы хотим рассказать про те вещи, которые рекомендуются в первую очередь реализовать для того, чтобы победить коронавирус и не дать вашему бизнесу, как говорится, заболеть итак, поехали! я проанализировал иностранную прессу по запросу коронавируса его влияние на электронную коммерцию и те ниши бизнеса, на которые он повлиял в частности, вот мы обратили внимание на то, что, например, Амазон нанял 100 тысяч временных рабочих для того, чтобы покрыть растущий спрос во время коронавируса на непосредственно нужды бизнеса, почему? потому что резко возрос спрос именно на доставку и это значит, что непосредственно доставка является ключевым сейчас в данный момент видом бизнеса и нужно переквалифицировать свои собственные бизнесы исключительно под доставку если вы ритейл магазин какой-либо розничный магазин у вас есть сайт, который на самом деле помогает тоже продавать вашему товару но, например, вы его не так активно использовали, потому что у вас есть просто розничный магазин и вы получаете продажи непосредственно с него то, фактически, сейчас вы можете столкнуться с серьезнейшими трудностями, как правильно продавать сейчас в сети и да, к вам люди в магазин уже попросту не придут и вещи нужно продавать онлайн какие, конечно же, ниши в ритейле это больше всего коснется я подозреваю, что коснулось, конечно же, ниш по продаже одежды, потому что обычно одежду привыкли бы мерить, прежде чем покупать это, я уверен, коснется ниши электроники, потому что люди любят покупать электронику в основном за счет того, что им в магазинах оказывают дополнительные услуги хотя также электроника и всю жизнь была в онлайне если был определенный спрос пользователей, которые все заказывали онлайн здесь как бы с этим проблем такой не было но вот именно розничные магазины в этом плане пострадают я уверен, что пострадают магазины по продаже посуды потому что все привыкли посуду брать тоже в магазинах, в супермаркетах то есть, соответственно, она уйдет именно из привычных магазинов в другие ниши какие ниши затронуты еще? кстати, пишите в комментарии, будет очень интересно рассмотреть каждый случай как ему будет адаптироваться так что давайте будем вместе сейчас бороться с эпидемией, с карантином который мешает вашему бизнесу получать прибыль и развиваться итак, какие же ниши в первую очередь пострадали напрямую от введения карантина? в первую очередь, я считаю, что, ну как бы не только я считаю коронавирус повлиял на ключевые ниши конечно же, это ниша транспортная это, собственно, у нас ниша исключительно связанная с путешествиями и, конечно же, кафе и рестораны у них действительно проблема в том, что у них люди, ну, очень сильно упала посещалка также очень сильно упал энтертеймент, в частности, кинотеатры театры, расключения, дискотеки, весь энтертеймент, этот вид весь бизнеса попросту сейчас закрывается также очень сильно просаживается классическая сфера услуг, салоны красоты это коснется по-любому фитнесов и, конечно же, коснется даже стоматологических кабинетов частные стоматологические клиники обязаны закрыться вы думаете, где же мне лечить зубы? на самом деле, действительно, да, они тоже закрываются и они тоже попадают в ту самую группу риска потому что зараженный их может тоже заразить и поэтому стоматологи закрываются как быть в этом случае, в данный момент то есть, как некоторым нишам пережить потому что они не могут уйти в онлайн как им пережить то, что им нужно сейчас этот, конечно же, вы должны сосредоточиться на нескольких вещах первая вещь, на которую вы должны направить все усилия конечно же, это проработать свой сайт так как мы вчера проводили вебинар да, эта запись сделана сразу на следующий день после вебинара, который проходил в четверг мы рассмотрели множество сайтов и видели, что большинство сайтов к карантину попросту не готовы они очень сырые, в них мало контента они очень пустые поэтому, в первую очередь, пока сейчас карантин займитесь собственным сайтом наладьте удаленную работу с каждым сотрудником для этого установите систему контроля за работой удаленным сотрудником если это ваши штатные сотрудники поработайте исключительно с состоянием плана работ на две недели, как минимум для ваших сотрудников поставьте задачи на работу по каждому сотруднику распределите задачи по часам в частности, все, что касается сайтов мы видели большинство проблем сделать нужно по большинству сайтов аудиты нужно было выписать все ошибки раздать ошибки программистам дизайнерам контент-менеджерам и также самому себе для того, чтобы эти все вещи контролировать сейчас на время кризиса и я рекомендую сосредоточиться именно на этих вещах потому что другие вещи будут у вас заморожены по факту, да вам нужно сейчас подготовиться и на то есть определенные причины те, кто не выдержат конкуренцию выпадут из бизнеса кто-то будет достаточно слаб и не переживет этот карантин и вынужден будет закрыться таким образом освободив нишу для тех кто был готов кто подготовился адаптировался к тому чтобы продвинуть себя в онлайне это долгосрочная задача которую вы обязаны сделать как я говорю заняться собственным сайтом собственным e-commerce и конечно же наладить работу удаленных сотрудников все сотрудники которые работают с вами в команде они не должны сидеть без работы обязательно дайте им задачи если он сидит без работы он будет искать другую работу если он не получает зарплату почему? потому что если карантин затянется больше чем на две недели ему нужно будет за что-то есть а если он не будет получать зарплату соответственно он ничего не сделает поэтому вам как владельцам бизнеса однозначно нужно это учесть что у вас сейчас идет подготовительный этап и теперь мы переходим к той самой краткосрочной задаче а как адаптировать бизнес на время карантина как мы видим коронавирус действительно затронул те ниши которые почувствовали себя сложно но какие-то ниши наоборот при коронавирусе начали расти они начали получать интернет трафик какие же это ниши? конечно же это медиа это все СМИ это фарма все сайты связаны с продажей любых медицинских товаров это конечно же здравоохранение это могут быть блоги все что угодно то есть даже просто какие-то товары для общих общий там уход за руками дезинфекции уход за домом и тому подобное и также продажа продуктов питания это также туда же входит кафе любая еда продукты питания и конечно же сфера финансов почему? потому что люди сейчас понимают что им нужны возможно деньги и они будут искать займы эти ниши в первую очередь если ваш бизнес принадлежит к этим нишам напишите мне в комментариях да у меня такой бизнес можете даже написать как вы называете ссылочку не обязательно я вас и так найду можем договориться и я вам помогу даже подготовиться к этим видам работ которые нужно будет сделать и так что нужно будет сделать в первую очередь конечно же я буду говорить про конкретную нишу и предлагать несколько идей которые можно реализовать в данный момент и сейчас сфера фуд ну собственно которая занимается пропитанием конечно же ей рекомендуется настроить доставку доставку еды любым способом Глоба до сих пор еще работает пока что мы знаем любые курьерские средства работают поэтому нанять сейчас дополнительно курьеров для того чтобы они развозили продукты питания это не проблема очень много видов бизнеса это сейчас сделало в нашем родном городе даже в те пиццерии у которых не была раскачана доставка усилили количество доставки и действительно на это нужно перейти для этого нужно подготовиться какие лайфхаки я бы рекомендовал сделать первый лайфхак для того чтобы подготовить свой бизнес к доставке конечно же нужно прописать это на сайте на сайте это прописывается конечно очень просто Вы просто заходите на сайт и прописывайте себе это на видимом месте можно в шапке и так посмотрим наILY те кто подготовился к коронавирусу мы конечно же решили зайти на сайт макдональдса и посмотреть как же он работает а он работает очень важно они сразу поставили заготовку баннер что дорогие клиенты мы временно закрыты и тому подобное то есть можно посмотреть для сохранения собственно для того чтобы предотвратить размножение коронавируса но при этом изначально у них очень важно что они делают доставку через достаток додаток глава то есть они работают партнерством через глоба где вы можете заказать эту же еду просто через приложение то есть это не значит что макдональд закрылся люди не работают они работают они не принимают посетителей это очень ключевое важное значение сам ресторан работает только на доставку все сотрудники работают только на кухне и они прекрасно понимают что кухня сейчас у них будет чуть чуть более даже загружена потому что люди которые не ходили обычно в макдональдсе сейчас будут более активно даже заказывать эту еду, чем если бы они просто проходили мимо. Причина простая, вы сидите дома и иногда вам просто хочется чем-то себя порадовать, помимо домашней готовки вы можете заказать еду и поэтому конечно же вы будете заказывать где-то что-то онлайн. Макдональдс это просто известный бренд, поэтому он подготовился и вы можете обратить внимание, что именно на это он сделал и упор. Если же вы хотите донести информацию, чтобы менее крупная компания, которая занимается готовкой, не забудьте об этом упомянуть не только на сайте, но и в собственных соц сетях, как сделала одна из пиццерий нашего города. Они собственно публикуют постоянно, что они доставляют пиццу, что у них курьеры носят маски, что у них есть перчатки, это очень важно, это здоровье превыше всего, работает доставка и самовывоз, вот эта вся информация на самом деле просто очень важно, что прописано и я считаю это ключевым показателем для того, чтобы ну действительно подготовиться к коронавирусу и не забывать об этом и конечно же не стоит забывать продвигать рекламу ваши публикации. Все кто посещал ваш сайт, все кто находится в вашей зоне обязательно если у вас есть какая-то информация связана с тем, что вы продолжаете работать вне зависимости от карантина и что у вас работает доставка, потратьте деньги, но донесите сейчас эту мысль для вашей аудитории, потому что только сейчас у вас должен быть бум на продаже ваших продуктов питания, поэтому сеть food однозначно не должна останавливать свою работу, а адаптировать свой бизнес исключительно под рекламу. Говорить у меня нет денег сейчас это фотографировать, рисовать, у меня нет денег на рекламу, но тогда если вы не инвестируете сейчас, у вас вместо вас это инвестируют ваши конкуренты и вы попросту провалитесь уже сразу, у вас карантин сразу же выбьет из колеи, вам не за что будет платить им зарплату своим сотрудникам, у вас просто бизнес замерзнет и не факт что отмерзнет обратно. Вторая особенность заключается в том, что сейчас практически есть определенные проблемы перемещения в такси и перемещения допустим на общественном транспорте. Если с общественным транспортом введено огромное количество ограничений, связанное с тем, что входят только ограниченное количество человек, например, в Украине, в других странах по-любому будут вводить эти ограничения, где-то что-то запрещают, где-то ограничивают, например, то запрещают метро, то ограничивают в нем перемещение количества человек на вагон, но на самом деле все это сделано для того, чтобы сократить распространение инфекции и это не сделано для того чтобы именно ваш ваш бизнес именно вот умер не на самом деле сейчас на транспорт идет повышенный спрос потому что все-таки людям нужно добираться в магазин людям нужно добираться куда-то и единственный способ сейчас как-то что-то противопоставить не стоит забывать о такой штуке как благотворительность если вы где-то сейчас подвезете каких-то врачей бесплатно если вы организуете не знаю там доставку продуктов для бабушки там бесплатно то есть сами съездите заберете привезете сделайте эту услугу то есть то поверьте мне про вас заговорят и вспомнят что есть такая компания которая это сделала бесплатно не требовала за это никаких денег вы даже можете об этом не пиарить не нужно даже об этом иногда даже пиарить можно конечно написать что типа мы организовали с волонтер как волонтеры собственно вот такую акцию то есть это мы делаем сами от чистого сердца и поверьте мне если вы это действительно делаете а не просто декларируете люди понесут это и поделятся скажут какие вы классные действительно не забывайте об этом о благотворительности не надо для этого действительно ее продвигать как-то платно нет это можно опубликовать и тот захочет кого вы действительно подблагодарили они могут вас отблагодарить репостом и упомянув допустим в комментах это да вот благотворительность конечно же очень важно сейчас уделять этому внимание поверьте мне Вы сэкономите, ну, не дозаработаете на чём-то сейчас, но про вас будут говорить потом. Это вам потом будет плюс, когда карантин закончится, тем, кто помогал, а тем, кто отсиживался и ничего не делал. Окей, а если ваш бизнес связан с производством, как тут быть? Что действительно следует знать, как пережить, если у вас, допустим, нарушилась цепочка производства, когда у вас сырьё перестало поставляться за счёт того, что нарушились какие-то транспортные связи, или вам действительно не приходят товары от поставщика. Что делать на данный момент, вот сейчас, пока идёт коронавирус, ведь у вас, по факту, останавливаются продажи. Сейчас я дам тот самый волшебный чек-лист, который нужно знать любому владельцу e-commerce интернет-магазина на время кризиса, связанного с коронавирусом. Это может быть чек-лист, который применим в любое трудное время, которое может возникнуть и нарушить ваши поставки. В первую очередь, начните сотрудничество с оффлайн-ритейлерами. Следует помнить, вы онлайн-магазин, а у оффлайн-ритейлеров могут быть также проблемы с продажами. Узнайте их стоки. Запросите стоки у реальных оффлайн-ритейлеров, которые есть. Узнайте, что они конкретно продают и по какой цене готовы вам уступить товар. Выставьте это наличие на своём сайте. И обеспечьте доставку от оффлайн-магазина этого товара в руки покупателя. То есть, таким образом, расширьте на время кризиса сетку магазинов, с которыми вы будете сотрудничать. Пункт второй. Рекламируйтесь в нужное время. Следует помнить, что в связи с кризисом обычно полки магазинов подвозятся неравномерно. И это значит, что товары на полках могут опустевать. И люди, когда не находят какой-то конкретный товар, идут в онлайн и ищут его онлайн. Это может касаться тех самых волшебных товаров, которые безумно сейчас популярны, на которые вечно безумный спрос. И вы их можете продавать. Выставляйте рекламу в то время суток, когда люди обычно сталкиваются с тем, что товаров на полках нет. Это может быть в основном либо утро, либо вечер. Пункт три. Убедитесь, что у вас сайт работает с оптимальной мощностью. Сайт, который я рассматривал в предыдущем примере, у меня открылся с пятого раза. Я, правда, это не записал, но думал повторить трюк, но не получилось. Он вывалил пятисотые ошибки. Это значит, что действительно сайт не справляется с нагрузками. Убедитесь в том, что ваш хостинг работает равномерно и обеспечивает посещение всех пользователей. Потому что во время кризиса на некоторые ниши трафик будет безумно возрастать. Также обеспечивайте гибкость доставки. Курьеров может не хватать, поэтому найдите местных курьеров, наймите дополнительных курьеров. Узнайте про местные локальные службы в этом городе курьерские. Возможно, в том городе, в котором вы хотите продавать сейчас данный товар, есть свои курьерские службы небольшие, с небольшим количеством курьеров, которые готовы начать работать. И также будьте готовы к любым мельчайшим изменениям. То, что работает сегодня, завтра может уже не работать. Поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе и следить за мелочами. Если же вы являетесь производителем и у вас поставщики находились в другой стране, куда ввоз закрыт, то, конечно, у меня для вас новости более грустные. Почему? Потому что вам придется искать других поставщиков сырья. В первую очередь в своей стране, само собой, нужно будет сосредоточить усилия на тех, у кого остались складские запасы этого сырья и успеть его купить, чтобы не прерывать рабочий процесс. Конечно, это может оказаться иногда невыгодно, но есть такая ситуация, если его выгодно закупить для того, чтобы не сломался рабочий процесс и были выполнены поставки, то, конечно, лучше их закупить немного дороже, чем вообще все потерять. Также очень важно отслеживать логистические маршруты любого товара, потому что иногда логистика между городами может быть нарушена и нужно будет действительно подключать альтернативный метод транспорта сырья и товаров. Это тоже очень важно. Но и всегда общайтесь с поставщиками. Иногда поставщики могут вам предложить в вашем стране, в вашем городе складские запасы от тех, кто дними не воспользовался, если вы будете с ними действительно активно общаться. И таким образом поддерживайте контакт сейчас в это трудное время. Если вам интересно, как действительно пережил кризис Китай, как они справились с этим, я вам немножечко вот зачитаю небольшие цифры и что вас действительно может заинтересовать. Почему? Потому что, например, электронная, собственно, торговля разными товарами очень сильно в Китае изменилась. Почему изменилось поведение? Люди перестали ходить просто в автономные магазины, а начали заказывать онлайн. И это изменение поведения китайцы словно знали, что надо будет диверсифицировать работу и сделали ряд ключевых изменений в своем бизнесе, в своем маркетинговом бюджете. Во-первых, большинство отказалось вообще от оффлайн-рекламы, от привычной оффлайн-рекламы, которая есть. И ушли полностью в онлайн-рекламу. То есть, например, по поводу Мастер Конг, производитель лапши быстрого приготовления напитков, перевестил вообще все внимание из традиционных оффлайновых каналов розничной торговли на многоканальные электронную коммерцию и небольшие магазины. Отслеживая, собственно, как они увеличили продажи на 50% после вспышки. Как это возможно? Почему? Потому что они действительно оказались в нужный момент одни из немногих, которые продают это онлайн. В любой момент кризис меняет поведение. А в случае смены поведения изменяются показатели конкуренции. Кто не приспособился, тот вылетает. И поэтому нужно вовремя приспособиться для того, чтобы это пережить. Рестораны, например, предлагают сейчас полуфабрикаты для своих клиентов, которые хотели бы остаться дома и готовить сами. Просто они продают полуфабрикаты. И действительно отличная идея для ресторанов, в котором действительно трудно доставлять дорогую еду. Готовьте полуфабрикаты и продавайте их на время кризиса. Простая рецептура, ничего сложного. Также китайский филиал мирового производителя кондитерских изделий использовал кризис как катализатор для ускорения существующей цифровой трансформации. Они отменили оффлайновую маркетинговую деятельность на День Святого Валентина и все влили в цифровой маркетинг. То есть, как вы понимаете, цифровой маркетинг является действительно ключевым показателем на сегодня. Также в случае сферы доставки начали массово набирать курьеров, как я и говорил про Амазон. Они массово начали набирать курьеров для того, чтобы покрыть недостаток этого труда. То есть, китайская косметическая компания Linuk Kings One вынуждена была закрыть 40% своих магазинов во время вспышки. Но, так как у них уже была налажена торговля онлайн, продажи выросли на 200%. Почему? Потому что люди привыкли все равно покупать, а большинство пошли в интернет и увидели только их, которые уже влили деньги в рекламу. То есть, также по поводу одежды. Да, как мы говорили, они переключили все внимание на WeChat, продажи через WeChat. Это мессенджер в Китае очень популярный. Они создали рейтинг продаж для каждого сотрудника, и сотрудники начали активнее общаться со своими клиентами через WeChat, и таким образом наладили повторную продажу. То есть, что мы имеем? Мы имеем действительно для того, чтобы заняться полноценным выживанием во время коронавируса, мы должны деферсифицировать все наши усилия. Мы должны вложиться сейчас в онлайн, в контекстную рекламу. Мы должны вложиться в изменения бизнес-модели, придумать что-то, что можно покупать, как, например, я сказал по поводу полуфабрикатов. Это отлично, действительно идея. Изменить методы взаимодействия с покупателем, прямой директ-месседжи, e-mail, рассылки в ваших уже раскрученных каналах. Конечно же, это YouTube. YouTube помогает действительно сейчас привлечь внимание, потому что просмотры YouTube растут сейчас как на дрожжах, а тематика коронавируса привлекает все больше и больше людей, которые интересуются, что происходит в мире, как выживать, где что купить, даже как смастерить маску, даже банально, такие банальные мелочи, люди все это гуглят. И люди гуглят, и чаще всего смотрят видео. Почему? Потому что они сидят дома, у них огромное количество времени. И им нужно, в первую очередь, базовые потребности, ну и, само собой, развлечения. И в сфере развлечений сейчас очень важно также усилить свои усилия в маркетинге. Почему? Потому что именно сейчас их время для того, чтобы выбить других конкурентов. Всего лишь усиливая рекламный бюджет, спрос на развлечения сейчас очень сильно вырастет. Скидки нужно предлагать, нужно предлагать купоны на это время. То есть, таким образом, завоюйте аудиторию на время коронавируса. Порадуйте свою аудиторию тем, что вы хотите продать им свои услуги дешевле, чем другие. На этом сегодня все. Оставайтесь здоровыми. Меня зовут Николай. Подписывайтесь на наш канал. Буду всех рад вас видеть. До новых встреч.